Диалог Закончился год тем, что 29 или 28 декабря в Москве проходило заседание Синода во главе с патриархом Московским Руси Кириллом, на которое на заседание подаются документы на учреждения людей в должности игуменов и игуменей различных монастырей. В том числе, так получилось, что мы оперативно сработали и подали документы, чтобы в уходящем году уже этот вопрос закрыть. Почему? Потому что настоятели монастыря, это, конечно же, прежде всего духовный руководитель, но это всего, прежде всего, это административный, так сказать, человек, который решает административные вопросы. Это касается, допустим, и банка, и каких-то отчетностей. То есть, чем быстрее утвердят настоятеля, тем спокойнее будет жить жизнь в обители. Поэтому, конечно же, волнительное было событие. Ждали, пройдут ли документы, не пройдут. Но, слава Богу, все получилось. И, как вы уже знаете, 3 января к нам в наш район приезжал митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе, который возвел меня в достоинство игумена, представил братья и прихожанам. Очень было приятно, что приняли меня хорошо и братья наши, и люди, которые посещают наш монастырь. Поэтому, конечно, год начался с позитива, потому что новая страничка в жизни обители, новая страничка вообще в жизни Старой Ладоги, потому что уже есть понимание, в какую сторону идти, какие проекты реализовывать можно на базе, как монастыря, так вообще. Очень много же туристических объектов, которые принимают ежегодно тысячи человек. Поэтому мы вот стараемся... То есть, можно сказать, что переходный период завершился? Можно так сказать, да. Ну, а ты скажите, вот за эти 3 месяца с какими проблемами уже удалось справиться? А какие еще предстоит решить? И вообще, какие задачи вы ставите перед собой? Сама вот эта пандемия, она очень сказывается на всех церквях, на всех приходах, в том числе и на монастырях, потому что уменьшился поток людей, желающих посетить. Люди болеют, люди боятся пока, что, может быть, уезжать так далеко. Но я хочу сказать, что мы возобновили работы по воссозданию исторического иконостаса. И буквально на днях завершится эта работа, передняя часть иконостаса, она будет уже завершена. Что хочу пригласить вас, чтобы снять для истории воссоздание исторического облика, облика нашего храма, главного храма Иоанна Златоуста. Мы возобновили ремонтные работы в одном из корпусов братских. И хотим обрадовать жителей тем, что в этом корпусе мы организуем не только музей воссоздания жизни монастыря, но и там будет располагаться актовый выставочный зал, где-то на 70-80 человек. Это позволит нам проводить в стенах монастыря как конференции, так и различные мероприятия, концерты. И мы хотим приглашать известных людей, которые будут выступать в этом святом месте, чтобы монастырь был не просто духовным таким объединяющим местом, а это было еще культурное... Место притяжения, можно сказать. Место притяжения, да. Поэтому у нас есть очень много планов. Сотрудничество с нашим музеем, сотрудничество с рядом коллективов, которые также знают, что у нас есть место, где можно собрать людей, пригласить, выступить, или организовать выставку, картины или иконы и прочее. Мы будем очень рады приглашать. Но вот сейчас немножко такими небольшими шагами идем вперед. Надеюсь, что к весне уже актовый зал, выставочный зал у нас будет готов. То есть планы у вас грандиозные. Планы... Ну, самое главное, чтобы люди чувствовали себя комфортно у нас, пребывая не только в духовном расположении. Я хочу сказать, что за эти три месяца удалось постепенно привлекать людей в нашу обитель. У нас появилась возможность тур выходного дня. Мы его так назвали. То есть люди с удовольствием приезжают, останавливаются в нашей гостинице, проводят несколько дней в уединении, в молитве, получают это в большую пользу. Помимо монастыря мы их тоже приглашаем. И в нашу крепость музей посетить. Мы приглашаем посетить и Успенский монастырь. То есть люди приезжают на несколько дней, останавливаясь у нас в монастыре, получают вот такую... То есть гостиница пользуется спросом, не постаивается? Сейчас постепенно мы возвращаемся на круги стабильной жизни. Я знаю, что уже вы познакомились с местными областями. Вот расскажите, нашли диалог? Первое впечатление хорошее. Люди конструктивные, люди умеют слушать, слышать, понимают наши проблемы, понимают проблемы людей. Вопрос всегда, конечно, касается другого. Не всегда можно сразу решить проблему или проблемы, которые копились годами. Вот это самое главное. Но напоминать об этом, говорить, вести диалог, хоть что-то в этом направлении делать. Я вот хочу вам сказать, я прошлой неделе был в Петербурге, в департаменте по охране памятников культуры. У нас сегодня сложилась очень сложная ситуация вот с этим настоятельским корпусом. Потому что идет разрушение крыла полностью. Это аварийная ситуация. Памятник находится под угрозой исчезновения. Поэтому, конечно, поехав в департамент, я донес, что нужно что-то предпринимать. То есть вот такие моменты, которые тоже не делаются сразу. И проблемные стороны жизни, они не решаются в одночасье. Но я рад, что меня слышат. Я рад, что у нас устанавливаются такие добрые, дружеские отношения. И они, думаю, помогут решить многое. Татьяна Савиларевна, на прошлой нашей встрече вы говорили, что существует проблема водоснабжения. Скажите, как продвигается решение этого вопроса? Надо было установить причину, почему водоснабжение плохое, прежде всего. Установили причины, нашли отправную точку, откуда это все началось. И почему сегодня не только монастырь, но и пять домов, которые находятся рядом с нами. Также, где есть дети, люди страдают от того, что не получают качественное водоснабжение. Мы сегодня собрали подписи. Мы сегодня обратились к определенным инстанциям, которых просим помочь. Мы даже не требуем выполнить наши обязательства договорные, потому что с каждым абонентом заключается договор на поставку той же воды. И мы просим просто обратить внимание на ту ситуацию, которая сложилась. Поэтому работаем в этом направлении. Думаю, потихоньку мы эту проблему решим. Тем более, что администрация Волховского района дает нам заверение, конечно же, весной обязательно помочь. Как монастырю, так и людям, потому что это социальный вопрос. Люди, семьи не получают качественную услугу. И здесь надо бороться, нельзя молчать. Просто недавно, 19 января, проходил праздник крещения, и многие горожане жаловались на то, что отсутствовало вода. Мы просили людей, мы, во-первых, извинялись. Вообще, 21 век, мы не можем обеспечить людям достойное существование, ну или отправление каких-то своих религиозных обрядов и прочее. Если говорить светским языком невежущего человека. Вот, мы обратились к людям, пожалуйста, приносите с собой для освещения. И я хочу поблагодарить жителей, как Волхова, так и Старой Ладоги, и тех людей, которые приезжали даже из Санкт-Петербурга. Привозили с собой воду, подходили и, так сказать, говорили, держитесь, мы с вами. Мы обязательно должны, я знаю, что звонки поступали, и в администрацию поступали, звонки с просьбой обратить на нас внимание. Но, тем не менее, люди пришли и все равно участвовали в этом празднике. Люди пришли, люди участвовали. Мы приняли, попытались организовать и ночное купание. Но еще раз хочу сказать, что когда будут условия для того, чтобы принимать большее количество людей, тогда, конечно, и монастырь будет по-другому жить, и Старая Ладога вообще по-другому будет выглядеть. 19 декабря в монастыре был престольный праздник, День Николая Чудотворца. Расскажите об этом. Кто посетил обители? Ну, в связи также вот с этой ситуацией с коронавирусом мы не пытались собирать всех. Конечно, можно было пригласить из Санкт-Петербурга, из ближайших монастырей или приходов. Поэтому, можно сказать, праздник прошел в домашних условиях. Пришли прихожане, которые нас любят. Приехали с Волхова прихожане, с Сестроя приехали. То есть, у нас получился он такой очень домашний, очень уютный. Как семейный круг, можно сказать. Как семейный круг, да. Конечно, мы ждали гостей, готовились, но мы не обижаемся, что не приехали. Понимаем, думаем, что в этом году наверстаем упущенное. На ждество, на крещение, обитель была так красиво украшена. Расскажите, как прошли эти праздники? Так как это новогодние праздники, рождественские праздники, конечно же, мы ожидали, и это свершилось так, что приехало много людей, приезжали туристические автобусы. Мы проводили на территории монастыря и ряда других культурных памятников, памятников культурного наследия, проводили свои экскурсии. А что касается, конечно, мы готовились, установили вертеп, рождественскую сценку, которая просто уже полюбилась жителями нашими. Фотографируется в интернете, смотришь везде эти картинки с нашего монастыря, поэтому украшали храм цветами. То есть, в принципе, готовились к праздникам и встрече наших гостей. И думаю, что гостям, людям понравилась та новогодняя рождественская атмосфера, которая царила в нашей обители. Отец Пиларет, люди часто обращаются, особенно пожилого возраста, который проживает в Волхове, но являются постоянным прихожанином обители Староларского Никольского монастыря. Но проблема связана с тем, что не всегда они могут добраться, потому что у них каждый весь автомобиль, то есть они зависят от общественного транспорта. В рождественские и новогодние праздники, в эти каникулы, было скорректировано расписание автобусного движения между нами и Волховым. И я когда посмотрел, то оно не совсем совпадает часто с теми службами, которые совершаются в монастыре. То есть, конечно, есть проблема, я думаю, ее надо со временем как-то обозначить. Может быть, высказать наши пожелания, то же самое, собрать подписи, общественное мнение привлечь, чтобы как-то движение было скорректировано, скорректировано на будущее движения автобусов. Вы знаете, вот тоже мы общались с директором музея-заповедника нашего крепости, да, с Людмилой Александровной Губчевской. И была тоже идея о том расписание электричек. То есть, есть электрички, которые идут с определенных районов центров. И для того, чтобы человек посетил наши святыни, памятные места, нужно так, чтобы и какие-то, может быть, средства передвижения также тоже скорректировали. Но это на будущее, это планы на то, к чему мы должны стремиться, чтобы людям было комфортно подогнать расписание. Да, подогнать расписание или по службе, или время проведения на территории, чтобы не было так. Электричка приходит в 15 часов, а в 16 она уже идет назад. Или это тот же автобус, да. То есть, конечно, я услышал проблему, люди обращаются и часто звонят, спрашивают, как добраться к вам. То есть, часто мы тоже не имеем представления. Вот это как раз оказывается неким препятствием, чтобы посетить монастырь. Я тоже считаю, что в этом направлении надо работать. Это вот как, думаю, что это ваше задание мне на будущее. Отец и Филарет, уже стали традиционными встречи паломников с игуменами. Это всегда очень интересно. Вот скажите, вы бы не хотели принять участие в таком проекте? Ну, например, сделать постоянную рубрику, чтобы об этом рассказать. Мне кажется, это было бы интересно. Это очень интересное предложение. Почему? Потому что живое общение, оно всегда привлекает людей. Более того, возможность задать какой-то вопрос. Вы знаете, что ряд телеканалов используют такую форму общения, когда приглашают в студию священнослужителей различных рангов. Люди имеют возможность задать по телефону или сейчас по другим телекоммуникационным вот этим вот вещам, да, через интернет вопросы. Поэтому было бы интересно организовать такой проект. Возможно, в будущем беседа у Камина или встреча с игуменом, так и назвать, почему бы нет, да. Где бы люди наши могли просто задавать вопросы, присылать какие-то... Да, на интересующие темы. Да, пускай это будут небольшие программы, но они, я думаю, что будут задевать за живое. Потому что вопросы надо выбирать интересные, важные. Те вопросы, которые интересуют наших жителей, как Волхова, так, может быть, и из других, из Петербурга, из других регионов. А мы, со своей стороны, с удовольствием откликнемся на этот проект. Хорошо. Будем надеяться. Отец Филарет, еще раз огромное спасибо за то, что пришли. Было интересно. А я напомню, что гостем студии был игумен Филарет, настоятель Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok